Христос воскрес! Боистос воскрес! Здравствуйте! Так, вам видно? А? Вам видно меня? А вам меня? Видно, хорошо. И вас видно? Оповещаю сразу, у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Не против. Я слушаю вас, говорите. Меня зовут Иван Артюшкин. Да вот, тоже уже за вами наблюдаю, смотрю видеоканалы ваши, все там. Ну, есть пару вопросов, просто для себя там уточнить, хотелось бы от вас, если вы не заняты. Ну, говорите. Вот меня вопрос интересует, венчание, вот что там не так в московской патриархии, то есть, короны должны быть одеты или нет на голове? На голове одеты у кого что? У жениха и невесты корона должна быть надета на голове, не в руках держать ее сзади, а или надета она должна быть, не вот это интересный момент. Я так и не понял, что должно быть надета, шапка какая-то? Корона, корона. Корона? А чья корона? Привенчание? Да. Конечно, она и называется венчание. И чтобы не надеть... Или держать ее? Нет, никто, никто будет держать, а тебе что? Жених, который дружка, твоей невесту будет держать? Это речь, Господь венчает руками священника. Еще проверит, наденет плотно, даже кланится будет, она не шевельнется. Вот, ну просто видно, что какие-то подставки ставятся там, ну, держат, чтобы вроде как не уставали руки, но не надевают. Какие руки-то? Откуда они руки-то взялись? Там никого не должно быть. Об этом разговоре нет. Там ничего нет. Сзади может ехать бочка с вином, там можно все наговорить. Жених и невеста двое. Священник с ними дело имеет. Ну да, я у вас смотрел, там потерявки, венчание было. Там надевали короны. Ну так и должно быть. Ну понятно. Мы тут ни при чем. Вот, еще мне интересен был вопрос по поводу, вот, новорожденный, ну, по какому сроку его крестят вообще, правильно? Сорок дней. А как женщина защищает? А так-то восьмидневные крестят. А женщина женатая, она не заходит внутрь. На сороковой день у нее молитва об защищении считается. Ну, обрезали восьмой день, ну, так принято. Ну, строгие правила тут не стоят. Может и позже быть. Бывает, ребенок недомогает там что-то. Вот, еще, знаете, какой вопрос у меня интересный? Ну, я был в храме у нас, ну, в полкограде. Вот. Я как-то там с одним, значит, ну, братом, можно сказать, да? Вот. Разговор такой был, что я ему сказал, что евреи богом избранный народ. Да, конечно. Вот. Он, значит, мне сказал, что да, они были избранный народ, ну, евреи, до того момента, как распяли Христа. Возможно ли такое? Ну, что они после распятия Христа, они перестали быть, ну, избраны. Распяли Христа. Откуда Павел взялся тогда? Откуда апостолы взялись? Они все евреи. Дальше. Апостол Павел говорит, если люди были неверны, то Бог верен остается своему обещанию. Бог верен. Одиннадцатая глава считаем кремлинам. Нам об этом нельзя придумывать что-то. Если люди неверны, то Бог верен. И обетование, оно неотменное. Неотменное. Люди падают, отправляют в плен, исправляют. Это мы в книге «Судьи» считаем об этом. Даже она стала неверной ему, иудея. Ты, говорит, на мои подарки блудодействовала. Но я и тогда просил тебя и говорю, вернись. Мы считаем там, а гола, а голева. Зарядите, увидите, какие они. Самария иудея. Я очень рад вас слышать. Понимаете, в мире 2896 наций. Можете записать себе. Но это данные такие подвижные. Они могут новые народности какие-то, там маленькие племена находят где-то в джунглях. Ну, в общем, так. И только Бог избрал только одно. Одно племя. Авраама. И через него мы все узнаем. Даже в искаженном виде ислам он тоже отхватил отсюда. Иудейство отсюда. Христианство отсюда. Иисус кто? Еврей. Богородица кто? Еврейка. Иисус. Вот. Так, значит, ага. Вот про десятину, значит, у меня такой вопрос. Вот я на себе. Я работаю, значит, каждый день. И у меня каждый день идет оплата. Ну, зарплата. Да. Ну, вот верно же, да, что я должен, вот, сколько я сегодня заработал, 10-ю часть я должен отложить. Правильно? Она не твоя. В чем дело? Это люди понять не могут. Она Божья. Он дал тебе землю, глаза, руки, чки-чки, чтобы ты понимал, это Бог все дал тебе. Ну, и поделись с ним. Он говорит, это меня обкрадывает. Он не говорит, что вы обкрали нищего. Но меня, говорит, обкрадывает. Меня. Я им дал, чтобы передали, а они к себе присвоили. Дело-то в общем. Так это в Ветхом Завете было. В Новом Завете строже еще за это. Мы уже просвещенные Духом Святым, мы продолжаем воровать. Я не понимаю, что тут объяснять. Я впервые услышал 54 года назад. Один раз только услышал. И мне никто не объяснял ничего. Меня внутри как пронзило. Я виновен. Я не платил. Я сразу себя наказал. Буду платить больше. И вот 53 года Бог благословил меня. Я все время 9-10 отдавал. На 2-3 работах работал. И меня это нисколько не томил. Мне просто приятно так было. Я все время благословенный знаю. Что бы ни было, где бы ни было, меня Бог как на руках пронесет. Вокруг меня убивают, падают. С той, с другой стороны. А я прохожу, как будто меня это не касается. Вот как в моей жизни было. Я там все в книгах описал. Читаю. Читаю. К истинному православию читаю. Слух. Чтоб все слышали. Да. Ко всем книгам. Для слова Божия нет. Уз. Это. Которая ключом является. Она как бы автобиографичная. Очень. Очень сильная. Ну а зачем спорить, если Господь сказал. Я не знаю. Если ты верующий, значит, вопросов нет. А если не верующий, да еще с тобой разговаривать. Хоть так, хоть так. Разговаривать не надо. Надо исполнять. Да. Но тут другое. Кто-то пришел. Постой-ка. Давай. Заходи. Разговоры делай. Маленько подожди. Давайте, говорите. Да, да. Вот. Тут другое еще. Знаете, что? Если у нас в храмах торговля ведется же. Да. Ну и там даже вопрос не поднимается о десятине, там что-то в этом роде. Ну один и тот же вопрос, да, как у всех. Как вот, как ему вот просто отдавать вот так и продолжать дальше покупать? И все, больше еще не надо. А он скажет, а мне не надо. Ну и больше не подходи к нему. Надеемся, место другое. Вот он пришел, Сергей тут, Павлович. Так, садись поближе. Тут можешь еще сказать придется. Да, я вот, вот он, вы как прям это, вы все читаете мои мысли, я говорю. Я вчера смотрел видео по поводу у вас там, что-то там произошло видеокамерой. Там, подрались ли, что там, сломали камеру. Я говорю, как же мне это, надо что-то сделать. Говорю, Сергею хоть немного тоже это помочь в том, что, ну, не один. Вот он подошел, десятина и можешь послать. Вот. Я же о чем и хочу спросить про это. Да. Могу ли я десятину отдавать на мирус, людям нуждающим? Тем более, это патриарши напали-то. Они должны компенсировать. Это патриарши волчары. Вот и у меня вопрос. Могу ли я десятину отдавать? Ну, не в храм там, а отдавать просто на мирус, людям нуждающим. Сначала там проверьте священнику. Если он не отдает, вы хотите побольше, это другая десятина. Запишите. Книга Тавита 1.8. Тавита. Книга Тавита, это полная Библия когда. 1.8. Да. Там говорится, как Тавит всегда платил три десятины. Одну священникам, другие на жертву и третье милостыни. Читал. И все? Священнику обязательно подадите. Он, это его десятина, ему принадлежит. А откажется, если? Что делать? Что еще? Если откажется. А если откажется, что делать? К ногам. Остаток? Если откажется, ну к ногам положите. Я же сказал. Ну, ему да, да. Можешь к ногам положить, нет, он будет против. Но тогда назначено и другое место где-то. Бывает, где-то более бедно живут и все. Главное, чтобы он знал. И он скажет, да, я отказался. Почему? Ему невыгодно брать десятину. Десятину, если он берет, значит, нельзя нигде торговать с тарелкой ходить. Уже все собрано. А они на это не пойдут. Если бабки будут давать десятину, а представьте, у него там офис освещает, и где только еще его нету. Он в десятки раз больше получает. Да. Вы слышали, что тут разбился мотоциклист? Вот это где? В Ульяновской области. Не, откуда же? Не слышал? Ну, а знаете, что такое байкеры? Байкеры. Знаю. Вот, они два байкера. Значит, один из них, яромонах, Флавиан, 47 лет. Флавиан звать его. А брат у него на 10 лет моложе. И они нетрезвые. И машины-то едут и снимают все. Снимают, и они вот так... 150 километров-то. И они выскочили на полосу. Встречную-то. И со всей силой-то и ударились. И который за рулем там в Хонде или где сидел, они убили его. И сами в дребезги. Так что не упал мертвым, а тело разлетелось на части. Тело на части разлетелось. Вот и все. Это убийцы и самоубийцы. А теперь вокруг них крутятся. И тем более в крови найден алкоголь. Однозначно. Инструкцию дайте мне. А сейчас еще и открыть и прошли. Инструкцию-то вот она, пожалуйста. Пожалуйста. Учительность надо будет стекло, вот она лежит рядом. С этой стороны это по-русски. А если переверешь вот так, по-украински. Так. Да. Вот. А скажите мне еще, знаете, что про буддизм мне вот. Ну, все, что не во Христе, все это язычество, да? Да. Потому что люди думают так. Они приносят жертву идолам. А апостол Павел говорит, принося жертву идолам, они приносят жертву бесам. Это сатанизм. Бесам. А значит, буддизм, они приносят жертву идолам? А только идолам. Только. Буддой может стать каждый. Они перед ними там такие вот статуи стоят. Если в мусульманстве можно найти хотя бы там что-то, Иса, Иисус, как бы, Марьяма, Мария, Мария, можно найти что-то там. А там ничего нету. Ага. Это сжигают там. Это у них даже конца края нету. Да. Я ими занимался, когда отдельно, ну, знакомился где-то. Тяжело очень даже считать. Да. Так. У меня один товарищ, он такой, неверующий совершенно. Вот и он говорит, ты вот спроси, пожалуйста, у Игнатия Дигановича такой вопрос. Откуда взялись кенгуру? Откуда бог сотворил? Так вот же. А им типа, он говорит, типа им, значит, там, больше пяти тысяч лет уже насчитывается возраст. Ну, я говорю, ну, правильно. Правильно. Но и ты их сохранил. Ну, в чем дело тогда пять тысяч лет? А может быть миллион лет? Мы не знаем, что означают дни творения. Мы не знаем. Я так и объяснял, что кенгуру могли, говорю, в Ноевский ковчег зайти так же и все. Так. Ну, говорят, а кто раньше появился, курица или яйцо? Курица, курица. Сначала курица, она закудахтала, а потом снесла яичко. Земля, говорит, произведет, вода произведет. Оно взбугрилось, и сразу оттуда птица вырезала, ничего особенного нет. Как вот гриб. Он разрывает почву и выходит оттуда, асфальт пробивает. Да. Бог повелел. Три тысячи килограмм на сантиметр давит. Я говорю, всегда как готовлюсь. У меня такой большой был список с вопросами. Выходишь видео смотреть, все ответы уже даны. И все. И у меня уже, ну нет, а так хочется уже, говорю, выйти на связь с вами. А вот на сайте там я даю ответ только на 4124 вопроса. Это в университетах, милиции. Так это малая часть еще того, что было. Это меня уже заставлять стали, что отобразите это, сохраните ответы эти. Потому что на основании, что Библии, святых отцов, канона, пожитий и мирового наследия, ну нет таких ответов. Они не просто, не потому что они такие нехорошие, а просто не знают и стали такой не ставили. Самые знаменитые ответчики, какие есть, не один. Не один больше в России, никто не отвечает так. Это да. Вы очень сильный. Ну, если говорят, то даже Олег Синяев, он лучше, больше, чаще всего обращается к Слову Божию. Ну, а дальше-то не идет. А теперь паломническая группа. Как будто сроду не слыхал, развернул и пошел в другую сторону. Какое паломнищество? Зачем? Ты иди трудись, найди нуждающийся в твоей помощи. Молодой, приложи силы. Пока силы-то есть. А когда уже тогда еще и спрашивать? Я вот начал на работе у себя там, ну, немного, что знаю, проповедовать. Так меня уже там через месяц уже вот, ну, можно сказать, что выгнали там как будто. Из-за того, что борода твоя нам не нравится, говорят. Они не нравятся? Не нравятся. А как они определяют ее? Ну, то, что борода, вот она. Вот ты такой мудрый. Чтобы нравилась какая? Вот Сереже нравится она борода? А вот ты типа мудришь, вот там говоришь какие-то такие серьезные слова, а нам это не нравится, борода наша твоя нам не нравится. Вот, это значит как раз то, что надо. Вот я тоже это понимаю, я думаю, о, значит я на правильном пути. Правильно, да. По крайней мере, в относительно бороды. А то обычно встречает женщина. Почему портопоп по вакууму бородобрить я называл блудодейной ересь. Это с блудом связано. Ты хозяин. Тебе дана, говорит, власть твоя, как некоторые говорят, энергия. Да. Тебе борода. Я так не говорю, но просто говорю, что вот так говорят. Ну, я так порой говорю. Это сила, говорю. Да нигде ничего не надо ни подстригать, ни усы, нигде не трогать нельзя даже. Совершенно. Чуть-чуть, я, ну, все равно. Все? А женщины, я водитель, ну, автобуса, и женщины порой выходят, там, ну, такие злые, говорят, а, рыжая борода, противный какой. Вот так. Хотя я им ничего не говорю. Вот это означает, блудница прошла мимо вас. Блудница вонючая, вонючая. А если пройдет около тебя благоуханная христианка, благодетелю исполненная, она поклонится тебе и скажет, как приятно смотреть на мужчину. Порой даже, порой даже, порой даже мусульмане уже, ну, там, грузчики ходят, там, видят, что борода-то едет, и они даже поклон. Да. Вот это я прям, вообще, я просто... Да, а вот если ты будешь где-то, там, пленять они будут, говорят, вот, они только голову режут, только все. Действительно, они-то и делают, режут. Но вот мы, где у них попадали, мы хоть не пленные были, а они с нами молятся рядом. У них особое почтение. Мы в одном месте заблудились, и там, ну, идут линии электропередач, ну, не поймем, где и как. Навигатор сбило. Он с нами, езжайте за мной, поехал. Так остановился, давай спрашивать, я говорю, тебя как звать, Махмуд? У меня отец такой, как вы, оксакал на меня. Поклонились, и он впереди нас ехал-то больше десяти километров, пока не вывел на трассу. Вот как. Мы с ними встречались, это очень благородные, настоящие люди. Но те, которые настоящие мусульмане, а не эти, которые туркмены, там, свиноеды. Ну, это понятно, да. А ну, и русских-то нету. А то мы все верующие. Да мы верим по-своему, говорят. Ну, там, как-то там, по-своему. Нет, Господь будет по-слову своему спасать, не по-своему. Я вот так же, я так же говорю, как вы, рассуждал буквально до семнадцатого года. Потому что я вот так вот вас услышал. Я тоже был в поисках там что-то, опять же, через Трехлебова там. Что-то вроде как бы славяне, потом вроде... Нет, что-то не то, что-то не усваивается у меня. Трехлебов там был у него, там Левашов, все это колдуны. Ой, нет, Левашов мне никогда не нравился, да. Я с первого дня. А потом вот тоже ваше видео там, где у вас сзади фон такой, ну, лес, где у вас воскресное проходит, ну, уроки воскресные в храме у вас. Там задний зеленый фон такой у вас. И вы там среди книг там что-то рассказываете. И все. И раз у меня, прям сразу как в голову, и все. И я говорю, вот, вот это мой авторитет. Я больше никого не могу слушать, видеть, не слышать. Вот, все, я понял. Вот здесь все то, что у меня, я просто не знал слов. В моей голове не было слов совершенно. Я вот увидел вас, вот это мое, говорю, все. Я, ой-ой-ой, жена, говорю, оттас. Говорю, ну, какие мы, говорю, ужасные люди, говорю, очень ужасные. А вы ей покажите, когда у нас где-то идет собрание или в церкви, как у нас сестры одеты. А мы смотрим всегда. Мы смотрим. А на веде видел, как сестры одеты у нас? Ну, да. Постепенно идем к этому. Как девушки открыты. Дети. Она готова. Она идет за мной, как говорится, готова. То есть муж должен привезти жену к Богу, как вы говорили. Да. Вот я стараюсь учиться, чтобы ее привезти туда. Ну, и она готова слушает меня. Без православия люди просто ничего не знают. Они так, мутят воду и все. Православие – это самое единственное, может быть, что еще с самыми наименьшими повреждениями. Церковь. Без церкви. Я сказал, Златоуст, он со мной. А Эрубе и Тихо, он ничего нет. Вот рядом, которые с ним были, они дробятся и дробятся. Православие идет от апостольских времен. Никогда слово «деноминация», «конфессия» в Библии не встречалось. Это слова, которые прикрыли слово «ересь». Есть церковь и ересь. Вот это церковь, это вот я говорю, что где. А вот момент по мусульманам просто. Вот как вот они вот… Они же позже, да, в 653 году, да, Ислам? Вот как вот убедить или не убедить, хотя бы, чтобы до войны не довести разговор вот этот, чтобы понимать, что они же, получается, отступники? Да никакие они не отступники, они никогда не были. Отступник тот, кто имел и потерял. А они никогда не имели. По-нашему, все их, что делается, от антихриста. Почему? Кто не признает Христа, пришедшего во плоти, Иоанн говорит, антихрист. Первое послание Иоанна, второе Иоанна. Дальше. Мы считаем Деяние 4.12. Нет другого имени под небом данного человеком, которому жало бы нам спастись. Мы должны это им сказать. Так написано. Так Дух Святой говорит. Ну, это мы с вами это знаем, понимаем, а вот другие говорят, что, а, это все написал кто-то. Ну, пускай говорят, и мы знаем, кто это говорит. Да. То же самое. Ты скажи, а вот мы считаем 4 глава Евангелия от Матпея, когда дьявол приступил ко Христу. Христос ему отвечает, написано. Три раза, три вопроса сатана задал. И Христос отвечает, написано. Почему он его вопреки не сказал, да мало ли что написано? Нет. Он понимает, эти слова прожигают его насквозь. И он сразу отступил. Второй вопрос. Господь говорит, написано, он опять пятится, его нету. Вот вы-то не знаете, скажи, потому что вы только сотрапаетесь в сатаны. А сатана знает. Да, как вы можете спорить, если не читали даже Писание. Да. А спорить и не надо, возвещает истину. У меня есть свое извещение, спорит тот, кто ничего не знает. А знаешь, что он ее? Возвестил один раз. Он говорит, вы спорите. Я говорю, покажите, где я когда спорил. Я сказал, ты не принимаешь. Я перекрестился, отошел. Все, во славу Божию. Так и есть. Просто вот на уроки вот не попадаю. Я так понимаю, утренних молитв уже нет у вас, да? Есть. А вы просто говорили, что вы лучше не будете делать, устраивать. Я не знаю, как дальше у них будет, но я вот в пятницу съезжу, день деревни у нас будет. А потом еще я буду до 10 июня здесь. А потом еще уезжаю на 4 месяца. Ну и все, и связь прекращается с вами такая. Ну, написать что-то можно, но по скайпу уже не будет этого. Потому что там очень это дорого. Ну, сипи считай. Ну да. Только заплатишь деньги, денег нет, там почасовая тарифная какая-то сетка. Мне, когда приходят ролики, я отсылаю их, а их где-то в другом месте ставят, наша администрация. И они идут под замками все. Моя задача проверить, изменить ли, оставить тот же самый заголовок и снять. Ежедневно я снимаю 6-7 роликов. Каждый день, 6-7 роликов. На все темы и занятия, и молитвы, и толкование священного писания, и что мы делаем, и беседы с людьми. Вот сегодня человек первый раз ко мне пришел. Первый раз. А он был один из самых таких непримиримых врагов. Он даже не поминает, и я ему не напоминаю. Он бунтовал ужасно как. Нехорошими словами нас называл. Но вот наступил момент. Он показывает. Моя книга у него к истинному православию на столе. Хотел какой-то момент из молитвы, из молитвенника. Давайте, давайте. Вот там как-то так вот, ну, говорится. Сейчас. Я просто нервничаю немного. Да нет, спокойно. Мы же не гоним никуда. Да. Нет, времени нет. Ну, что я там прогневляю постоянно сына твоего, Богородицы, да? Да. Ой, там так все страшно пишется тоже, ну, аж прям. Я же, ну, как, прогневляю поступками своими, да, наверное, какими-то, ну, неверными, может быть, да? Ну, да. Прогневляю сына твоего и Бога моего, и многажды очекаюсь, ложь пред Богом обретаюсь и каюсь и трепещу. Трепещу, трепещу, то есть боюсь. Это совершенно нормальное состояние, когда человек осознает, бережется греха, и Господь его благословляет. Ну, вот, получается, я вот в этой молитве, вот, вечерней, да, она, получается, вот, я в ней постоянно говорю о том, что я там, ну, каюсь, что я там, ну, вот, прогневляю своими поступками, да, получается? Да. Вот. И не должен я возвращаться опять к этим поступкам, верно? Конечно. Я же об этом говорю, постоянно прошу, чтобы меня, ну, простил Господь. Ну, а зачем возвращаться, если ты знаешь, что это плохо? Воровал? Да. Я пойду воровать опять, или говорил скверные слова, буду опять говорить. Да это даже именоваться не должно у христиан. Христиане – это народ особый, очищенный, благословенный Богом. Вот то, что нападки, я говорю, чем больше молишься, тем больше нападков людей. Вот они прям как будто, я не знаю, как чувствуют тебя, что ли, вот, окружают люди, вот такие вот. А это не они. Это я тут понимаю. Когда люди крещали, садись к креста, это говорит, я вам за того скрещались бесы, черти крещали через рот людей. Потому что смерть приближается, а греха нет. А смерть – это возмездие за грех смерть. А греха нету. Нету. И поэтому сойди с креста. Это он незаконно осудил Христа. Теперь эти оковы, наручники на нем захлопнулись. Он скован был. Все, вот это я понял момент. Просто, да, постоянно так наблюдаешь. Я в контору к нам в офис захожу, там водители, 20 человек сидят, получают эти документы, чтобы ехать на работу. Я захожу и говорю, Христос воскрес. Ну и все просто засмеялись. Ну а там сейчас идут у нас в городе гонения на водителей. Ну выгоняют водителей из города, потому что другая фирма приехала. Я говорю, вот почему вы, говорю, все жалуетесь, сетуете, а хоть кто-нибудь из вас помолился, говорю, за это, чтобы не было того. Да. Никто. Ничего им не надо. А только вот о телесном, всегда о телесном они там. А ты как белая ворона среди них получается. Ну еще надо терпеть. Ну я нормально к этому отношусь. Я просто в чем сила. Ой-ой-ой, как это вообще. Это написано, что желающие жить благочестиво, желающие только, будут гонимы. Да, вот я только вгоняющий и уже гонимы, можно сказать. И на бороду будут нападать тебе и поясы. Все, что тебе видит внешнего благочестивого в тебе, все будет подвергаться осмеянию. А ты спокойно иди, ты знаешь, что тебя одобряет Господь. Святые. Посмотри на иконы, какие они есть, изображения. Нам, православным-то, не надо рассуждать, надо исполнять. У нас все сказано. И каноны. Так. Все. Вопросы есть еще? Все, спасибо. Все, давайте, до свидания. Тут пришел он мне ремонтировать машину, посмотреть. Все, с Богом. С Богом. Все, освещайтесь.